Так, в эфире ли мы? Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от вселенной. Если вы меня видите, если вы меня слышите, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите, а также, что вы меня слышите. Друзья, очевидно, что я уже в эфире и жду ваших комментариев. Подключайтесь. Пока, друзья, напоминаю, пока вы подключаетесь к эфиру, напоминаю, что, во-первых, что 1 декабря, то есть на следующей неделе, нет, не на следующей неделе, на этой уже пятницу, 1 декабря произойдет. У нас начнется набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма. И, кстати же говоря, 1 декабря исполнится 15 лет нашей сценарной мастерской. И я думаю, я посмотрю, что у меня со временем будет. Я, может быть, сделаю эфир. Есть у меня такое желание. Есть желание такое сделать эфир праздничный и собрать, не то, что там какой-то прям выпускников собирать, какую-то программу, а просто сесть и с вами потрещать, рассказать вам, как все это происходило, происходило, как начиналась наша сценарная мастерская, как она продолжалась, как она развивалась, логику ее развития объяснить, показать внутрянку какую-то, как у нас тут все работает, как устроено все. Все-таки 15 лет – это большой срок, достаточно быстро они прилетели, но, мне кажется, мы довольно много успели за это время сделать. Так, жду, пока все подключатся. 11.59. И мы продолжаем. Что-то народу мало. Не виден эфир, что ли? Уведомления, что ли, не отправили? Или что? Вроде рассылку я отправлял сегодня. Или из-за того, что я на недельку сходил в отпуск, вас это так расхолодило? Решили, что раз уроки в записи проходят, так можно и не приходить? Так, окей, хорошо, начинаем. Да, еще одну вещь напоминаю, друзья, что с 1 по 10 января у нас пройдет бесплатный онлайн-тренинг, онлайн-курс «Самодисциплина для писателей и сценаристов». Легендарный наш новогодний бесплатник, он пройдет, как и всегда, по расписанию. Что-то мне непонятно. То мне показывает, что 1 человек смотрит, то показывает, что 19 человек смотрит эфир. Так, ладно, хорошо. Если что, то записи смотрите. Сегодня тема, она, как бы, ну, так кажется, может показаться такой обманчиво простой, но на самом деле она далеко не простая. И ее правильное понимание и правильное использование в жизни, оно очень сильно вообще облегчает жизнь и очень сильно снижает уровень стресса. И дело в том, что некоторые системные изменения, наши с вами, людей, которым плюс-минус где-то около 50 лет, вот эти системные изменения наши поколения переживают впервые в истории человечества. То есть то, что и это было, и это было, и это повторялось, и это повторялось, вот это все ушло в прошлое. То есть очень многие жизненные стратегии, очень многие привычки, очень многие способы вообще взаимодействия с реальностью, которые успешно работали достаточно долго, да, тысячелетиями, они сейчас уходят в прошлое, уходят прямо у нас на глазах. И более того, эта скорость изменений, она увеличивается. И связано это, ну вот один из самых каких-то очевидных, одно из самых очевидных последствий этого, да, это увеличение потока информации, который на нас обрушивается. И даже если вспомнить, ну вот мне там 49 лет, и я помню время, когда для того, чтобы послушать музыку, да, нужно было купить виниловую пластинку или где-то переписать у кого-то с магнитофона на магнитофон на кассету, и вот можно было сесть и послушать эту музыку. Для того, чтобы прочитать какой-то текст, нужно было пойти в библиотеку, и в библиотеке эта книга там была или не была, да, то есть нужно было каким-то образом эту книгу добыть, да. Сейчас любая книга на любом языке мира доступна в любой момент, да. Если, например, вы этого языка не знаете, ее легко взять в текст в электронном виде, закачать в переводчик и тут же получить там более или менее внятный, более или менее вменяемый перевод. И там, если это какая-то научная статья, да, или инженерная, да, можно представление о предмете составить. То же самое касается музыки. Любой, я считал, что у меня большая достаточно коллекция пластинок, там что-то было 50-60 пластинок. По меркам Сиамжи так это точно была огромная коллекция, самая большая в Сиамжи так точно. Вот. Сейчас я понимаю, что ну как бы у меня в плеере, с которым я бегаю, там что-то типа 150 гигабайт, 130 музыки вылезает. Вот. И это там несколько дискографий в очень хорошем качестве разных групп. И нет, по-моему больше, по-моему 250 гигабайт. И вот это огромное количество информации, которая на нас воздействует, да, с ним нужно каким-то образом учиться взаимодействовать. Потому что если мы не научимся, да, то мы как бы, у нас будут большие проблемы. Потому что есть люди, которые начинают, которые как бы тонут в этом потоке информации, да, то есть пытаются его каким-то образом переварить, осознать и просто там крыша у людей едет. Некоторые люди вообще просто закрываются этой информацией. Все, я не читаю новости, не смотрю телевизор, ни с кем не общаюсь, да, то есть просто уходят в такую некую внутреннюю эмиграцию. И люди начинают деградировать, да, то есть есть, может быть, такая штука, что вы какую-то прям реально жизненно важную для вас информацию, вы не узнаете. И у вас из-за этого будут проблемы. И я долго пытался понять, собственно, да, опять же, способа-то с этим взаимодействовать нет, да, то есть потому что, ну, ни у кого таких проблем, у римлян таких проблем не было, у средневековья таких проблем не было, в 19 веке таких проблем не было, в 20 веке даже таких проблем не было, только в конце 20 века начались эти проблемы, да, и мы первое поколение, которое с ним столкнулось. И как бы у кого что почитать на эту тему. Сразу скажу, что есть, вот на ту тему, которую я вам дам, есть один более или менее вменяемый источник, книга Дэниела Канемана, ну, там три автора, в соавторстве она написана, ну, самый известный Канеман, лауреат Нобелевской премии, книга так и называется, Шум. Она есть, переведена на русский язык, ее можно там найти, купить, скачать, если вам будет интересно. На мой взгляд, не очень глубокий труд, не очень, как я был, честно говоря, разочарованный, я ее прочитал еще на английском языке, когда она только что вышла, и, в общем, был как-то, мне от лауреата Нобелевской премии хотелось как-то немножко более глубокой аналитики. Поэтому я как-то продолжал думать на эту тему, продолжал пытаться найти какой-то способ с этим взаимодействовать, потом в итоге нашел некую метафору. Метафора, надо сказать, что это вообще, это то, что отличает нас от животных, отличает, только человек способен создавать метафоры, и метафора – это наш способ понимания реальности. И анализируя свое прошлое, свои какие-то способы, опять же, взаимодействия с разными аспектами реальности, я смотрел, что происходило. Вот, например, музыка, раз уж мы про музыку заговорили. Я, когда мне было лет 12-13, я начал слушать музыку, и тогда я как бы, ну, вот все, что я слышал, я воспринимал вообще без всякой критики. То есть, если по телевизору передают какую-то музыку, она мне чаще всего нравилась. Modern Talking тогда передавали, Майкла Джексона передали там песню, Billie Jean, да, они мне очень понравились, хорошая музыка. Вот, потом мне приятель сказал, что вот сейчас будет какой-то, я не помню, Юрмала, по-моему, фестиваль в Юрмале. Вот, говорит, будет фестиваль в Юрмале, вот все, что там будет, музыку, которую там покажут, это все будет самая модная музыка. Вот, я послушал этот фестиваль в Юрмале. Ну, да, хорошо, отлично. Да, вот, значит, появился «Ласковый май», люди начали слушать «Ласковый май». Я думаю, ну, мне, наверное, тоже надо слушать «Ласковый май». Ну, послушал. Вот, и потом, через какое-то время, я увидел песню аквариума «Город золотой». Мне это понравилось прям безумно. Акустическая гитара, значит, голос, да, то есть, вот, все прям, вот, я почувствовал, что вот это вот моя музыка, и что это более моя музыка, чем «Ласковый май» и так далее, и так далее. Да, то есть, у меня даже был период, когда я слушал группу «Левостороннее движение». Поп-музыка была. И даже одно время я слушал очень странные, странные песни, очень странного артиста, и я не знал, что это за артисты. То есть, на кассете там что-то дали, перестроечные песни. Вот, и потом, много лет спустя, я решил узнать, а что же это все-таки за музыка такая? И оказалось, что это был альбом «Джигурды». Какие-то «Джигурды» ужасные совершенно, ужасные песни, ужасная музыка совершенно. Вот, и потом, постепенно, я через аквариум, через пластинку аквариума, которая там вышла, я начал выходить на ту музыку, которая мне больше нравилась. Эммерсон, Лейк и Пауэлл, Элтон Джон, вот следующие две пластинки я купил. И потом, постепенно, Дорс, Роллинг Стоунс, Битлз и так далее, и так далее, и так далее. То есть, я постепенно нашел музыку, которая мне нравилась. То есть, это рок, классический рок конца 60-х века, психобелический рок, прогрог и так далее. Вот, и потом, время от времени, мне попадалась, естественно, и более экстремальная музыка, слэер, металлика и так далее. Я как-то к этому относился довольно равнодушно. Ну, слэер, ну, металлика, ну, что-то там орут. Я это воспринимал как некий шум. То есть, я не понимал, кто там слушает. Ну, вот идет Молотилова, Рубилова и орет кто-то. А в чем цинус? И потом, когда я уже переехал в Вологду, и к нам в комнату подселили такого парня, металлиста, который хорошо очень знал английский, который очень хорошо знал трэш-металл, и вот он нас начал вовлекать во всю эту историю. Мы начали слушать культуру, металлику, слэер, креатор и так далее. Ну, вот весь, собственно, всю подборку трэш-металла. И он как бы нам объяснял, что, где хорошо, в чем, где мелодия, где ритм, где соло. То есть, я начал понимать, как эта музыка работает, как она устроена, и для меня она открылась как музыка. И я довольно неплохо знаю трэш-металл, очень люблю. И порой могу прослушать собрание сочинений какого-нибудь Death или Decide. А вот для меня это стала музыка снова. Точно так же я долго и упорно приучал себя к классике. То есть, я тоже пытался понять, а что в этом, как бы, люди это слушают, какой-то в этом кайп, наверное, и есть. Вот, я садился, тогда еще в советское время передавали по телевизору музыку, классику. Я, как сейчас помню, я сел и записал сонаты Моцарта. И внимательно их много раз подряд слушал, стараясь понять, в чем там кайф. Потом начали выпускать пластинки с хорошими записями классики. Я собрал все симфонии Бетховена, Вагнера, все оперы основные. И вот как-то постепенно начал то, что для меня было шумом, это начало для меня становиться музыкой. Я начал понимать, как это слушать. И дальше, давайте так, я вас, давайте спрошу, вот какая музыка вам нравится? Вот есть что-то, какой-то вид музыки, который вам прям, ну, вы можете слушать и слушать ее сколько угодно. Ответы с непривычки. Эфиры давно не вел и голос садится. Может быть, еще из-за акклиматизации. Потому что я неделю провел в Дубае, там все-таки плюс 30, и сейчас приехал в Москву, а здесь абсолютная зима. Блюз. Интеллектуальная электроника, разные жанры. Рок. Это не какой-то, да, это не значит, что если там классика, да, то это хорошо. Я в музыке, на мой взгляд, иерархии никаких нет. Рок, баллады, попса, гитара, классика, рок. То есть мы не выстраиваем никакую иерархию абсолютно здесь. Это ошибочный подход. Моцарт, саундтрекик Тарантино, бах-испанская гитарная. Так, фоном люблю музыку, как в Пани, с Пани Миловановой вообще. А теперь, вот есть ли какой-то вид музыки, который вы вообще не воспринимаете? То есть вот вам непонятно, почему это музыка. Я даже, честно говоря, даже рэп, я как-то с трудом его воспринимал, но потом я внимательно, опять же, системно прослушал основные рэп-альбомы. И мне понятно, как это работает. Вот есть что-то, что вы вообще как музыку не воспринимаете? Ну, вот рэп как раз. То есть до того, что я не понимаю, что в этом вообще слушать. Да, то есть для меня это такой русский шансон, металл, тяжелый рок для кого-то. Глотные песни, попца. Вот видите, опять же, здесь важно то, что вы там писали одно что-то, то, что нравится. Здесь пишите, понятно, что разные люди, но пишут примерно одно и то же. То есть кому-то нравится рэп, кому-то вообще не нравится рэп, кому-то нравится металл, кому-то вообще не нравится металл. Кому-то нравится, наверное, есть такие люди, которым нравится русский шансон, да, есть люди, которым русский шансон не нравится. вот кто-то вообще не не слышит музыку на английском языке тоже вполне могу себе это понять рэп попса критерии попсы на самом деле тоже как бы отдельная тема потому что вот тот же самый мой приятель он как-то сказал такую замечательную вещь я из попсы могу слушать только группу slayer вот для него это было попса ну вам лучше не знать то что он слышал то что он считал не попсой хорошо и вот теперь да то есть как какой-то вид музыки мы воспринимаем дай мы ее слышим мы ее различаем именно как музыку а какой-то вид музыки мы вообще не понимаем у меня кстати говоря вот совсем недавно была такая да то есть это не значит что это один жизненный опыт на всю жизнь но вот совсем недавно мне стало интересно исламская музыка я скачал из подборку альбомов там штук 20 альбомов разных из именно из из исламских стран но вот я не смог ее слушать то есть я ухо вообще не воспринимал а то есть я не не понимал как бы ну вот нет как бы мир не на что опереться вот после того как я съездил в несколько мусульманских стран я начал понимать как это работает да и с огромным удовольствием в итоге вот буквально там недавно там самолете это все прослушал вот теперь как это относится к жизни еще извините что я тут вынужден как каких-то каком-то своем жизненном опыте рассказывать потому что опять же я пока не понимаю как как вообще найти способ про это рассказывать вот опять я жил до 17 лет я жил всем же я читал разную литературу читал литературоведение разные да и для меня все что кроме литературы не существовало абсолютно то есть я вот есть литература да и это интересно это понятно все что не является литературой мне не интересно то есть например химия мне не интересно химия не имеет отношения к литературе да значит все я ее вычеркиваю для меня это те это тем не существует ими физика астрономия вообще наука то есть я решил что вот я выбрал свой путь взаимодействия с миром я его использую все остальное на все остальное я не трачу время естественно я не интересовался политикой категорически то есть это было как раз время конец восьмидесятых самое начало 90 до 91 года как вы помните это огромное количество разные по разных этих политических разоблачений журнал огонек там и так далее так далее вот это все прошло мимо меня полностью не задев не зацепив ни одним ни одной ни одной разоблачительной статьи я не прочитал да не вообще все мимо и категорически отказывался вообще даже обсуждать эти темы а вот затем девяносто первый год я заканчиваю школу переезжаю в город в волокну поступаю в университет начинаю учиться в университете и опять же там первые несколько лет первые года четыре меня интересует только литература все что помимо литературы меня не интересует категорически дальше я начинаю работать газете я уже с последнего курса работал в штате в штате вологодской газеты русский север и коль скоро ты работаешь газете а региональная журналистика 90-х годов газетная в особенности газетная журналистика она была невероятно сильно очень мощные здания были региональные русского севера тираж был 180 тысяч экземпляров это в области где полтора миллиона человек в городе где 300 тысяч жителей то есть в пятницу в день выхода газеты я шел по городу и все люди которые шли мне навстречу всех руках была газета все читали оттуда очень много кстати крутых людей вышло вышло и вы знаете алену владимирскую вот алена вместе со мной пять лет сидела в одном кабинете мой стол вот напротив был стол алены владимирской очень крутая журналистка была мега популярна тоже все есть статьи читали я область вот и я начинаю работать в газете да то есть я начинаю разбираться вообще как устроена журналистика начинают читать издание самые разные и мне просто порад породу деятельности по виду деятельности да мне нужно было внимательно изучать политическую жизнь то есть я должен был понимать как работает как устроена область как работает область почему-то губернатор почему тут законодательное собрания кто кто такой представитель президента до как работает промышленность в области да то есть я Я сделал серию статей по промышленной экономике по заданию редакции. Я просто одно за другим обходил предприятие. Это 90-е годы. И пытался разобраться, где какие проблемы. То есть там тоже очень крутые вещи происходили. Происходил альянс между Вологодским механическим заводом и заводом Шкода, которые делали вагоны, трамваи и так далее. То есть там очень крутые вещи происходили. Ну и параллельно происходили там всякие страшные вещи. Вплоть до того, что однажды моей тогдашней жене показывали аквариум с пирамидами. Не без намека, после чего она прыгнула в поезд и уехала в Москву. И в Москве две недели отсиживалась. А чиновника, который нам информацию, ну, что называется, поставлял информацию чиновника антимонопольного комитета, его убили просто в подъезде. Вот. Редакцию у нас поджигали. В общем, журналистика 90-х – это веселая вещь. Но я постепенно увлекся политикой. То есть я политику в то время знал очень хорошо, понимал более или менее хорошо, ну, на том уровне, на котором тогда мы все ее понимали. Вот. Мы сменили губернатора. То есть один редкий случай, когда газета добилась отставки губернатора Подгорного. Его уволили. И Ельцин его уволил перед выборами. И его посадили в итоге. Потом отпустили. Вот. Но тем не менее. И затем я переехал в Москву. И опять же я работал в разных изданиях. В газете «Независимое обозрение» я работал, в журнале «Кокодил» работал, в газете «Взгляд» я работал шеф-редактором. То есть я был очень большим газетным начальником. А если ты работаешь газетным начальником, «Взгляд» был самое популярное интернет-издание в стране. То есть там на первом месте было РБК, но РБК все-таки не… Ну, это информационное агентство. Поэтому там немножко по-другому работает. А мы именно были газетой. Это была самая популярная газета. То есть если вы… Короче, о смерти Любови Полищук вы узнали от меня. Вот так вот я скажу. Потому что мы первые поставили эту новость. И вся страна ее в нашем издании прочитала. Скорость чтения была полтора миллиона в час. Вот. Ну и соответственно, да, то есть мы много писали о внутренней политике, о внешней политике. И в политике нужно было разбираться. И у меня в интернете тем самым в браузере были все основные СМИ наши и мировые, естественно. И я начинал день с того, что я к 7 утра приезжал на работу. И я сидел, читал, что в мире за ночь произошло. То есть я должен был знать, что в Америке происходит, что в Европе происходит, что в Японии происходит. И разбираться, опять же, отличать Пхеньян от Сеула и разбираться, где какие там политические аспекты и нюансы существуют. И затем, потом, через какое-то время я ушел в сценаристы, и мне все это стало ненужно. И я с огромным наслаждением в один момент убрал все эти закладки из браузера и больше политической жизнью довольно долго не интересовался. То есть, для меня в течение одной жизни какое-то время политика не существовало вообще. Потом, это был шум. То есть, я слышал, как Глянг, Глянг и Иванов. Ну, Глянг, Глянг и Иванов. Ни секунды своего времени не потрачу на то, чтобы узнать, кто это такой. Да, Собчан появился там какой-то. Опять же, ни секунды своего времени не потратили на то, чтобы узнать, кто это такой. Вот у меня была такая позиция. И дальше я начинаю заниматься политикой. Естественно, для меня вся литература, а вся некая Куликовская потебня, все это ушло в прошлое. И я был абсолютно погружен несколько лет в этот поток политических новостей. И для меня сначала литература и культура, да, это была музыка, а все остальное шум. Потом, через какое-то время, политика стала музыкой. И я каждую политическую новость, я просто вот это было на кончиках пальцев. То есть я смотрел текст, например, одним взглядом бросал взгляд на текст и сразу же видел какую-то цифру, тыкал в цифру и говорил, вот перепроверьте эту цифру, у меня она сомнительна. И выяснялось, да, запятую не там поставили. То есть это стало музыкой. То есть шум, в который ты выглядываешься, он через какое-то время превращается в музыку. И ты начинаешь эту музыку слышать и понимать, что к чему, какие нюансы, куда дело идет, и так далее, и так далее. Потом, когда я оттуда ушел, я начал заниматься сценаристикой. И для меня это все опять стало неинтересно совершенно. И несколько лет десять я в эту сторону вообще не смотрел. Ну понятно, вот там два года назад просто мы вынуждены были, снова надо смотреть, опять, да, количество изменений происходит очень быстро. Но на самом деле где-то начиная с ковида опять скорость изменений увеличилась. И снова стало необходимо читать новости, чтобы понимать вообще, что происходит. Ну условно говоря, вот мы хотим там полететь, вот мы сейчас летали в Дубай. И надо было понять, можно ли лететь, мы летели через Иран, естественно, да, то есть мы над Ираном летели. Вот, и надо было понять, вообще это безопасно или нет. То есть нужно, я сидел и внимательно смотрел, читал, где какие новости, где какие стоят корабли, да, чтобы понять, будет, будет ли в течение там этой недели, будет ли нападение США на Иран. Пришел к выводу, что нет, не будет, значит, лететь безопасно. И мы там полетели. Да, то есть это снова для меня стало музыкой по необходимости. То есть что-то, какой-то поток информации, да, то есть для того, чтобы не утонуть в этом море информации, нужно научиться ее разделять на потоки. И что-то мы понимаем, какой-то поток мы обрабатываем и внимательно на него смотрим, а какие-то потоки мы вообще игнорируем. То есть мы не обращаем на них никакого внимания. И есть довольно большое количество информации, которая меня вообще не интересует. То есть я в ее сторону даже не посмотрю. Ну, условно говоря, там, не знаю, шоу-голос, например, да, то есть вот я знаю, что есть какое-то шоу. Я ни одного кадра этого шоу не видел, да, поскольку оно в сферу моих интересов не входит. Да, то есть вот я шум слышу оттуда какой-то, оно все, я не обсуждаю, битва экстрасенсов, да, вот есть какая-то тоже, да. Я не знаю, что там происходит, мне неинтересно, да, это в сферу моих интересов не входит. Есть какие-то, не знаю, есть там целые континенты, да, например, Австралия. Меня крайне мало интересует, что там происходит. Вот. И при этом, если мы умеем и понимаем, как работать с этой информацией, да, при необходимости, если мне вдруг надо будет там, полететь в Австралию, я за два часа соберу и обработаю всю информацию по Австралии, которая мне будет нужна. Да, и прививки делать, в каких гостиницах селиться, какие там деньги, где там есть и так далее, какой там транспорт, да, то есть опять же при наличии навыка работать с информацией, да, мне не нужно будет, не нужен будет год для того, чтобы там освоиться. Так же, как вот сейчас мы там прилетели в Дубай, да, через там три часа мы уже все знали, где тут там, что, как устроено. Потому что есть навык. Вот. То есть, резюмирую, что такое шум, что такое музыка, да, то есть это не разные виды информации, да, то есть мы, есть куча информации, которая на нас валится. Если просто смотреть на эту информацию, кажется, что это хаос какой-то. Вот. Если вы начинаете понимать, куда что движется, как что работает, вы начинаете видеть потоки. И вы какие-то потоки вы берете во внимание, да, а какие-то потоки вы прям целым потоком его игнорируете. То есть вот этот поток меня не интересует. Я не подписываюсь на телеграм-каналы, которые об этом пишут. Я там убираю из ленты посты в соцсетях, которые пишут на эту тему. Я не читаю журналы специализированных, не смотрю документальных фильмов, да, то есть я в эту сторону вообще не смотрю. И это нужно делать сознательно, да, то есть отсекать какие-то потоки, отсекать сознательно. И какие-то потоки, вот я выбираю какой-то поток, и я начинаю в него всматриваться. И сначала кажется, что это шум какой-то неструктурированный, опять же. Потом ты начинаешь, то есть, да, в литературу, когда начинаешь литературу осваиваться, кажется, что это просто какая-то новая бездна какая-то. Когда ты уже сориентировался, это не небезная информация, это какая-то уютная комнатка, в которой ты зашел налево, направо. Все знакомы. Я сейчас читаю книгу Армена Медведева, очень хорошая книга, посвященная советскому кино. Я с огромным удовольствием, поскольку я советское кино знаю очень хорошо, и я его очень люблю, для меня это просто рассказы о приятных мне и знакомых мне людям. И вот что-то через какое-то время это становится музыкой, и вы начинаете эту музыку слушать, и вы начинаете этой музыкой управлять, то есть вы понимаете, как ее погромче сделать, как ее потише сделать, как ее побыстрее сделать. То есть вы начинаете эту музыку, этой музыкой дирижировать. С тумом не подирижируешь. Насколько понятна эта мысль? И если есть какие-то вопросы, то пожалуйста, задавайте. Так, аналогично приходилось мониторить, разбираться и писать на разные сложные темы. Теперь наслаждаюсь писать. Да, моя бы воля сейчас никакой политикой не поинтересовалась бы. Как русская на Западе вынуждена следить. Ну, здесь это понятно все. То есть я тоже, так же, как и все мы, был вынужден какое-то время назад снова в это все погрузиться. Так, прям шаманизм в этом присутствует. Да, совершенно верно. Шаманизм это очень точное слово на самом деле. Я думаю, что вы не случайно его употребили. Да, крутая мысль. Окей, хорошо. Теперь дальше. Давайте посмотрим, что мы с этим можем сделать. И вот здесь важно то, что одна и та же информация, одна и один и тот же поток информации, он для вас может превращаться то в музыку, то в шум. Да, то есть так же, как политика, да, она меня там какое-то время когда-то интересовала, потом перестала интересовать вовсе, да, как выключена. Выключена. Вот. Потом снова стала интересовать, да, в силу там изменения каких-то внешних обстоятельств. Потом внешние обстоятельства изменились. И опять же, этот поток, поскольку я понимаю, что это поток, я понимаю, откуда эта информация исходит, да, я понимаю источник этой информации. Я от этого потока легко отгоражаюсь и перестаю его впускать в свою жизнь. И все отлично, да. Если мне понадобится, например, ну вдруг вот я сойду с ума и решу там снова возглавить какое-нибудь издание, например, общественно-политическое. Зарекаться, не стоит зарекаться, да, но вот вдруг поступит такое предложение, от которого нельзя будет отказаться. Например, там журнал «Крокодил» опять позабновят, я задумаюсь, если мне предложат, то очень люблю эту животину. Вот. И снова надо будет погружаться, да, и я легко снова вхожу в это, да, то есть я понимаю, где, какие источники информации брать, чему доверять, чему не доверять, что доверять, но проверять, да, и как бы что читать, что делить на два, что делить на 15. Опять же, я там, ну, всегда привык там не один источник доверять, а не одному источнику доверять, да, а, допустим, там, я читаю этих, да, и читаю так, журнал «Экономист», например, читаю, да, читаю, а что за лужи, да, а что в Нью-Йоркере пишут, а вот то-то пишут, а что бриты пишут в «Экономисте», а они вот это вот пишут, да, вот сопоставляем и какую-то более-менее цельную картину получаем. А что Россия в глобальной политике, да, что Лукьянов пишет, а вот, ну, хорошо, вот три точки зрения взяли, сопоставили, а что китайцы пишут, и уже можно более-менее релевантную картину составить. Так вот, важно вот что, что вот эта информация, да, она воздействует на нас, но когда мы смотрим на, то есть слышим музыку в этом шуме, мы можем управлять этим воздействием, да, как я уже говорил, да, можем погромче включить, потише включить, а шум, он тоже на нас воздействует. То есть, да, мы можем, если мы от него не отгораживаемся, да, если мы позволяем этому шуму в наши уши проникать, он тоже на нас воздействует. И мы этим шумом не управляем. Например, условно говоря, ну, сейчас мама умерла, царствие небесное светлое место, например, я приезжаю к маме, приезжал, и у них там везде, в каждой комнате по телевизору включен. На кухне телевизор включен, в зале телевизор включен, да, и у нас телевизора нет. Ну, он как бы есть, но он не уж, чтобы кино, чтобы, ну, именно телевещание какое-то включать, он для этого не используется. Да, идет поток информации. Я неожиданно оказываюсь погружен, совершенно не без всякой подготовки, да, я оказываюсь погружен в какой-то ненужный мне поток информации. Он, и я прям, я физически ощущаю, как этот поток на меня начинает давить. То есть, шум тоже на нас воздействует, да, музыка воздействует, но мы можем этим управлять, да, если мы ее слышим как музыку. И шум тоже на нас воздействует, но мы этим воздействием управлять не можем. И когда вы говорите, что мой внутренний голос говорит мне вот то-то, или интуиция подсказывает мне сделать то-то, то чаще всего это результат воздействия шума. То есть, это не внутренний импульс, а на самом деле, да, это переработанный импульс из полученного нами шума. Понятно ли эта мысль? У меня нет, как бы, нет каких-то статистических данных, которые подтверждали бы мою эту гипотезу, да, но вот у меня есть такая гипотеза, что вот эти все наши интуитивные прозрения, это очень часто результат воздействия шума. То есть, ну, как бы, я проверял просто, там, допустим, какое-то решение, хорошо, вот я принимаю какое-то решение, а что является его источником? И начинаешь разматывать по цепочке, и в итоге выясняется, что ты просто вот где-то что-то слышал такое, какую-то ерунду, да, и именно из-за этого ты, так работает реклама, так говоря, да. Я покупаю колу, почему? Потому что я видел рекламу колу, ну, грубо говоря. Как наработать навык работы с информацией? Ну, здесь нужно, должно быть целеполагание, во-первых, да, зачем вы там знакомитесь с той или иной информацией. Например, вот конкретно, мы собирались в поездку в Эмират. И я за, там, две недели до этого, я начал изучать информацию, ну, смотреть, что в регионе, что вокруг там происходит. Понятно, что ситуация тревожная, и прямо вот рядом, там, через лужу, там, может, вот-вот, может начаться замес. Вот, и, соответственно, не хотелось бы туда попасть в такое время, да, и мне надо было понять, где стоят какие корабли, где стоят какие базы, где что стоит, где какие с кем у кого отношения. Да, то есть я посмотрел все это, да, и пришел к выводу, что нет, здесь замеса не будет. Вот, вот так вот и работаем, и нарабатываем, да, то есть собираем информацию по теме, смотрим, смотрим, что важно, отбрасываем то, что не важно, и делаем выводы. Так же делаю на разных языках, читаю всех, чтобы высчитать среднюю температуру по планете Земля. Ну, вот, как мы, собственно, вот, когда ковид был, мы обязательно смотрели CNN, обязательно смотрели Fox News, да, то есть мы, там, наши, поскольку, поскольку я знаю, как это устроено, да, знаю, как делают колбасу, поэтому знаю, как работает телевидение, поэтому стараюсь от телевидения держаться подальше, ну, вот, нужна была быстрая информация, вот, поэтому смотрели Fox News и CNN. Чаще все-таки, конечно, читаем, читаем, скорее, глаза. Так, безопасный шум, это возможно? Да, более того, я думаю, что шум может быть полезен, сейчас мы об этом поговорим, да, это очень важно, очень хорошее замечание. Да, сбор информации, да, и я прекрасно понимаю, что для человека в другой ситуации, вот так же, как моя музыка, которую я слушаю, да, она может быть шумом. Да, то есть для кого-то Битлз это шум, ну, нормальная ситуация, я могу понять, что для какого-нибудь поклонника рэпа Битлз это, ну, как это старые дядьки, какие-то, что-то под древние инструменты, что-то поют странно как-то, просто шум какой-то, нормально, совершенно нормально. Так, сбор информации, подсознание, обработываю, выдала внутренний голос, да, да, то есть и у меня есть такая гипотеза, да, что когда мы слышим музыку, мы опять же этим воздействием можем управлять, а когда мы просто слышим шум, мы этим не управляем, и он на нас давит, и мы какие-то месседжи оттуда получаем, прям, как голенькие стоим перед ними, беззащитные. Да, сразу пример в транспорте вспомнился, когда кто-то без наушников смотрит видео, и возникает раздражение у меня, так-то я это не выбирал, и это для меня шум. Совершенно верно. Теперь давайте посмотрим, какие из этого мы можем сделать выводы. Ой, е-мое, немножко уровень шума увеличил. Так, звук есть? Ребят, сломал ли я микрофон, или звук продолжает быть? Слышите ли вы меня? Слышите ли вы меня? Не пропал ли звук? Если слышите, напишите, что-нибудь плюсик хотя бы поставьте. Да, есть, все. Окей, спасибо. Так, теперь выводы. Что мы из этого делаем? Очень часто бывает так, вот это вот самая, как бы самая опасная штука, то изменение уже произошло, а вы при этом продолжаете наполнять свои уши шумом по привычке. Например, я читал это издание и буду читать. Ну, условно говоря, там, ну, какие, вот у меня там в избранном было, например, лента была, издание лента, да, была газета, газета.ру. Было такое газетерующее, не знаю, сейчас существует или нет. РПК, естественно, Интерфакс, РИА Новости, да, то есть вот подборка всех этих изданий. Вот они у меня все были в избранном. Я каждое утро начинал с того, что заходил на эти сайты и смотрел, что там, где происходит. Ну, плюс западные какие-то СМИ, BBC, CNN, Fox, там и так далее, и так далее, да, Associated Press, да, вот основные, основные издания проглядные. Сейчас я с тех пор ни на один из этих сайтов не зашел ни разу, да, то есть я ни разу не был на сайте лента.ру, когда я ушел из, в 2008 году я ушел из газеты, вот я с тех пор, 15 лет назад как раз, ни разу на этот сайт не заглянул. А бывает так, что вот я читал это издание и буду читать, то есть новая информация там появляется, да, я обязательно должен с этой информацией ознакомиться. Я читал книги этого автора, да, давайте я вам прям такой пример приведу, такой, ну, максимально некомфортный. Например, есть такой писатель Виктор Доценко, он писал романы такие про бешеного. И когда я писал детективы в 90-е годы для издательства Exmo, я внимательно изучал вообще все, что в этом жанре, в жанре детектива, в жанре боевика пишется, ну, в особенности у нас и на Западе тоже. Да, и, условно говоря, там, Бушкова я читал все, что выходило, все его новые романы. Константинова очень любил питерского, значит, автора, у него замечательный журналист, сочинитель, замечательные романы. Доценко, потом, Доценко, кстати, это на самом деле один из немногих авторов, да, он, как сказать, ну, в целом, там, у него и с языком проблемы, и структурно там все тоже не очень хорошо, но это автор, который, один из немногих авторов, который смог расширить сексуальный язык. То есть, русский литературный язык, он очень целомудренный. И вот там одно неверное движение, и ты пишешь порнографию. Вот он, на мой взгляд, один из немногих русскоязычных авторов, который ухитрялся писать откровенно порнографические тексты, которые при этом не являлись порнографическими. Если не верите, почитай, я не знаю, я дальше команды Бешеного его не читал, но вот Команда Бешеного, это прям реально просто порнографический роман. Вот. И это, ну, это довольно интересно, потому что, ну, это язык у нас на глазах создавался. Кто еще там? Бушков, Антикиллер вот этот, да, вот все вот эти романы, и я их в огромном количестве, Андрей Ильин, Обед молчания, замечательный роман тоже, да. Вот я эту, и там каждый новый роман, да, допустим, вышел, когда Обед молчания, это был способ изменения способа написания романа-боевика на русском языке. То есть он как бы создал нового героя, новый способ повествования, и вообще, вообще все по-другому. То есть это у нас на глазах жанр менялся. Просто потом он совсем куда-то уже ушел, в сторону каких-то обожженных зон и ужасных, и я туда уже в эту сторону за ними не пошел, да. А вот представьте, что я продолжал бы, да, вот раз я читал ленту Ру, вот я буду продолжать ее всю жизнь читать. Или я читал CNN, да, сейчас у меня доверие к CNN, смотрел CNN, да, у меня доверие нулевое. Доверие к журналу Economist у меня нулевое, да, то есть я понимаю, что если Economist пишет что-то, да, то он врет, скорее всего, да. Мне надо просто понять, поймать его на этой лжи. Вот, да, то есть это вот их точка зрения, что-то они там нам хотят сказать. Ну, хорошо, посмотрим, да. Вот, и если бы я продолжал, условно говоря, читать доценток. То есть я как-то с интересом решил посмотреть, а он чем вообще занимается? Нет, он так же пишет, у него уже там тридцатый этот бешеный выходит, он уже давным-давно не в Агриусе, в каком-то совсем маргинальном издании, но издательстве, но продолжает писать, продолжает регулярно этого бешеного выпускать, да, то есть вот раз я этого автора читаю, да, то это должно быть на всю жизнь. Да нет, вообще нет. Да, вот смотрел фильмы этого режиссера какого-то, да, вот я должен всю жизнь, если я начал смотреть фильмы Тарантино, да, то мне надо все фильмы Тарантино смотреть обязательно. Да, ну Тарантино это отдельная, отдельная история. Ну, например, Родригес, да, вот я там какое-то время я смотрел все фильмы Родригеса. Сейчас новый фильм Родригеса выходит, ну и что? Ну, как бы, ну выходит, и ладно. То есть огромное количество режиссеров, которые для меня были значимы и важны, скажем, 20 лет назад, они сейчас незначимы и не важны. И мне неинтересно, там, вот выходит новый фильм с Томом Крузом, какая-то там новая миссия не выполнилась, ну, неинтересно. Выходит новый этот Топ Ган, да, ну, неинтересно. Да, то есть для меня это стало шумом. Да, то есть то, что было раньше музыкой, сейчас стало шумом. Вот, и я не делаю усилий, да, можно делать усилия и заставлять себя это смотреть, да, ну зачем? Можно делать усилий и заставлять читать, там, 30 романов до Ценка. Ну, зачем? Как бы, я повзаимодействовал с этим, как с музыкой, да, я слышал что-то в этом, да, сейчас это для меня снова стало шумом. Да, то есть идет перегруз лишней, ненужной информации. Нет задачи, если вы смотрите кино, да, нет задачи смотреть все сериалы, которые выходят, например, на HBO. Да, для меня, опять же, там, 10 лет назад новый сериал HBO выходит, ну, надо смотреть, конечно. Новый сериал на Netflix выходит, надо смотреть, конечно. Да, сейчас новый сериал на Netflix выходит, ну, зачем? Ну, как бы, смотреть не надо. Вот, и нужно безжалостно отсекать такие потоки информации, и нужно убирать автоматизм в потреблении лишней информации. То есть, чтобы не было такого, вот, автоматически, да, если выходит кто-то, я обязательно должен с этим ознакомиться. Вот автоматизм в этом нужно убирать. То есть, вы принимаете решение, я с этим потоком информации знакомлюсь. Да, вы выходите из этого потока информации, да, нужно не забыть отсечь его, закрыть за собой, не тащить за собой все эти источники информации, которые вам перестали быть нужны. Понятно ли это? Если понятно, напишите, понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Да, лента под тебя. Но, опять же, я согласен с этим. Информацию, можно сказать, сам контролирует. Вся лента под тебя. С живыми людьми это очень хорошо работает. С живыми людьми, кстати говоря, да, тоже. Как бы перестал человек, да, стал человек для вас с шумом. Ну, не надо его тащить за собой. Пусть он идет и остается там, где ему комфортно. Если вы изменились, да, я думаю, что мои одноклассники, с которыми я там общался, когда больше 30 лет, им сейчас со мной будет просто некомфортно. Мне так точно будет с ними некомфортно. Но я думаю, что им со мной будет некомфортно. Дело в том, что, опять же, вся лента под тебя тоже здесь вот интересная штука такая. Вопрос. Вы позволяете ленте вами управлять? Или вы управляете лентой? То есть вот Facebook, например, он очень жестко управляет нашими лентами. Это прям вот два года назад это было видно просто невооруженным взглядом. Когда ты заходишь в ленту, и все тебе сразу становится понятно. И сейчас тоже постоянно я захожу в ленту и все время там, интереса ради, да, смотрю, там, типа, есть 5-6 сообществ, в которых я информацию отслеживаю. И все время между ними пытается мне Facebook что-нибудь пытается контрабандой пропихнуть. Но я дисциплинированно баню это все вычищаю из ленты. Поэтому, чтобы лента под тебя была, да, ей нужно все время управлять, ее нужно все время корректировать. Вот. ВКонтакт в этом смысле, кстати, гораздо лучше. То есть он чуть-чуть реагирует и он релевантнее подсказывает. Ну и качество контента, конечно, и там. За последние два года очень выросло. ВКонтакт сегодня с Facebook, например, вообще не сравниваем. Намного круче все равно. Я поэтому и мигрировал, окончательно мигрировал. То есть мы дублируем какие-то материалы ВКонтакте, но основная площадка здесь ВКонтакте. Так, понятно, практикую, встроилась с трудом. Да, лишняя информация источает энергию. Да, но это еще не все. Значит, дальше. Вот как бы вы вышли, да, то есть отсекли информацию и вышли. Но если вы полностью навсегда отсекли ее, то у вас будет происходить такое, как бы это назвать, ну такое накопление ностальгии. Да, то есть если ты там не был давно, то тебе хочется туда сходить. И вот если это, опять же, с этим что-то не сделать, то можно в какой-то момент, условно говоря, свалиться в запой. В информационный запой, в читательский запой, в физический запой. И это на самом деле очень опасно. Чем такой запой опасен? Тем, что вы им не управляете. И что с этим делать? Я думаю, что иногда время от времени нужно вернуться к старой музыке. То есть, если у вас, например, вот я там интересовался политикой, да, я время от времени могу снова, да, двумя-тремя касаниями очень быстро посмотреть, где что происходит. Лонгрид какой-нибудь прочитать, да, то есть есть качественные какие-то там издания политические, да, например, там, не знаю, вот Россия в глобальной политике, мне очень нравится. Хорошее издание, хорошее рецензируемое издание. Выходит, причем нечасто, там, раз в два месяца журнал выходит. То есть, вот мне хватает информации. И это дает отдых, да, то есть это не происходит перегруза информации, да, а это наоборот убирает напряжение. Как, например, там, не знаю, книгу по бизнесу, например, там, я одно время, когда я запускал мастерскую, я изучал очень так целенаправленно и глубоко изучал бизнес. Вот, в какой-то момент, ну, я думал, что, возможно, я буду просто заниматься бизнесом, именно буду строить нашу мастерскую, строить ее именно как компанию, как стартап. Потом я понял, что нет, я этого не хочу, да, то есть я не хочу масштабирования, не хочу наймом заниматься, инвестиции привлекать, там, и так далее, и так далее, что это просто не мое, да, что я эксперт. И я какой-то минимум освоил предпринимательских навыков, да, продажи, предпринимательскую самодисциплину финансовую, там, и так далее, и так далее, делегирование. И мне этого достаточно, то есть я не собираюсь в этом становиться лучше, но время от времени я могу сесть и прочитать какую-нибудь книгу по бизнесу, могу пройти какой-нибудь тренинг по бизнесу, да, с человеком, с каким-то, с предпринимателем мы можем там сесть и поболтать на какие-то наши предпринимательские темы. Да, и потом я опять целый год в тему предпринимательства лезть не буду, да, то есть важно, что иногда приятно, контролируемо, да, даже если вы вышли из какого-то информационного потока, вернуться в этот поток и снова послушать музыку. Да, как, например, я иногда люблю взять и качнуть какой-нибудь, не знаю, modern talking и сесть и послушать альбом «Поговорим о любви», да, который я там в 14 лет слушал. Да, то есть, да, мы поток отсечен, но время от времени нужно в него заходить и послушать, послушать немножечко ту музыку. То есть, если вы этого не будет, рано или поздно у вас произойдет накопление такой ностальгии и у вас будет запой. Понятно ли это мысль? Да, теперь благодаря вам у меня есть понимание, что это за сбой такой у меня бывает информационный перья. Да, у меня, похоже, такой запой. То есть, если вы не контролируете это, да, то есть не говорите себе, так, а вот сейчас я вернусь и послушаю что-нибудь, какой-нибудь хороший старый треш-метал, такой слэйер 88-го года, да, контролируемый. Если нет, то вы вдруг обнаружите себя заваленным виниловыми пластинками на 300 тысяч рублей. Или вдруг обнаружите себя играющим на бас-гитаре в очень плохой треш-металлической группе. Вот я утрирую немножко, да, но вот это реально, если этого не делать, да, то людей прям сносит туда. Да, да, осознанное возвращение, совершенно верно, да. То есть, осознанное возвращение к музыке, да, которое для вас было с тумом, потом стало музыкой, потом снова стало шумом. Вы ее сознательно снова как бы перенесли в шум. Теперь еще одна, еще более неочевидная мысль, да, то есть вот сейчас, как бы вот эти три вывода, да, которые я из этого делаю, кажется, что они друг другу противоречат. На самом деле нет, они друг друга дополняют, да, то есть первое, что сознательно убирать из ушей тум, который стал шумом. Убирать музыку, вернее, которая стала для вас шумом, сознательно, целым потоком убирать. Но иногда возвращаться к этому, в этот же поток, снова вставать в него и слушать этот шум как музыку. И потом ты так же сознательно зашел, послушал и вышел спокойно и осознанно. Теперь время от времени полезно поймать какой-нибудь левый поток. То есть зайти в какой-нибудь вообще совершенно неожиданный для себя шум. Можно различить что-то, во-первых, интересное для себя, да, можно, во-первых, это тренировка навыка, да, тренировка навыка в чужой шум, превращивание в чужой шум и вылавливание оттуда музыки. Да, то есть это тренируем навык развлечения музыки в шуме. Во-вторых, это расширяет наш кругозор. В-третьих, это дает дополнительные фильтры для работы с той информацией, в которой вы в обычной ситуации работаете. То есть что это может быть? Ну, условно говоря, вы находитесь в аэропорту, вам лететь, да, стойка с журналами, берете какой-нибудь, не знаю, журнал по садоводству. То есть вот вообще неожиданной какой-то теме. Да, случайная книга случайного автора. Я очень люблю порой вот так вот, не глядя, взять, в идеале, если это еще на английском языке, да, взять, выхватить какую-нибудь книгу и прочитать на совсем неожиданную тему. Документальный фильм какой-то, альбом какого-нибудь неизвестного музыканта, взять, выхватить и послушать. Выхватили какое-то неожиданное имя, кто-то пишет вот там, кто-то, кто-то, какой-то там старый альбом старого артиста послушал и нравится. Вы про него никогда не слышали. Берете и слушаете. Вот. Дает очень-очень такое тоже неожиданное ощущение свежести, да, то есть время от времени позволять себе такую спонтанность в заныривании в чужой шум. Вот, собственно, друзья, то, что я вам сегодня хотел рассказать, да, то есть разделяем, учимся разделять музыку и шум, шум отсекаем, да, когда музыка ваша, чья-то музыка, да, в каком-то потоке, в каком-то потоке музыки, она перестает вам быть нужной, безжалостно его отсекаем, превращаем в шум и отсекаем от себя этот шум. Но время от времени возвращаемся туда обязательно, хотя бы там, не знаю, раз в год, раз в три года. И время от времени полезно вслушиваться в всякие левые, проходящие мимо нас шумы. Вот давайте я вам дам задание. Во-первых, проанализировать потоки информации, которые вы получаете, и провести ревизию. Нет ли у вас в этих потоках информации чего-то, что стало шумом и что нужно отсечь, что вы продолжаете потреблять просто по привычке. Вот. И вторая вещь – это сходить куда-нибудь, сходить в какой-нибудь шум. Сходить, послушать какой-нибудь шум на любую тему, неожиданную тему и превратить его в музыку. Попробовать превратить его в музыку. То есть послушать какой-нибудь альбом какой-нибудь действительно музыки. Прочитать какую-нибудь книгу на неожиданную тему, пообщаться с каким-то человеком неожиданным. Куда-то окунуться в какую-то левую для вас совершенно необычную тему. Потренироваться навык, потренировать вот этот навык превращения сумма в музыку. Вот то, что я вам хотел сегодня рассказать. Понятно ли домашние задания. И если есть вопросы, если понятно, напишите. Понятно. Если есть вопросы, задайте вопросы. Да, за поезд случаются, потом постепенно обретаются берега. Понятно, да, что когда вы осваиваете, например, какую-то тему, вы в нее погружаетесь и через себя просто огромное количество информации начинаете пропускать. Именно с музыкой такое практикую. Пыталось с книгами, не удалось. Классные, актуальные задания. Хорошо. Домашка понятна. Все, друзья, на этом я сегодня предлагаю закончить. И дальше мы с вами снова возвращаемся в наш нормальный график прямых эфиров. И увидимся на следующей неделе в понедельник 12.00. Спасибо и пока. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»